Сегодня вы будете читать фанфики. А что если я не умею читать? Кому ты тут доширак на уши вешаешь, на. Боже, помоги, былолетний, ничего не предвещающий, гетеросексуальный вечер. Я не хочу это читать. Хватит сидеть с каменным лицом, да, мы вас рассадили. Да вы не просто нас рассадили, а вторую китайскую стену между нами построили. Когда вы вместе рядом... Все прекрасно. Все ужасно, у нас интервью уходит в задницу. На вашем месте в задницу мог бы пойти я, всю малину обосрали. Сяо Джан висел на турниках, обливался потом, потому что подтягивался уже сто и двести раз. Он был силен. Я за любую движуху в этом интервью, кроме чтения фанфиков. Да, вот запомните. Блин, слушайте, а мне нравится. Он был так прекрасен, что все прохожие обращали на него внимание, и только один парень решился к нему подойти. Я даже знаю кто. Тут такие дела, мы дали Сяо Джаню прочесть твой фанфик. Мой фанфик? Ван Джо Чен скинул нам фанфик, который ты написал, не будучи знакомым с Сяо Джанем. Так, и что, ему понравилось? Лучший из всех мужчин подошел к пенсионеру на турниках, в смысле? И предложил, не хочет ли тот выпить с ним чай с валерьянкой. Чего? Честно говоря, не особо он сказал, что прибьет автора. А, ну вы же не сказали, что это мой фанфик, да? Ну, вообще-то, сказали. В смысле сказали? Можно я буду звать тебя Дэдди Шугар? Можно, ответил старший на турниках. Блин, я что, до сих пор на турнике вешу? Как у меня руки не отвалились. Автор, чё ж ты так недетально описываешь всё? Он просто спросил, кто автор. И вы чё сказали? Сяо Мяу Джаню 85. Это мой кот от домофона. Только не лезьте ко мне домой, у меня там за воротами злой мотоцикл. О боже. А кто автор вообще? Там написано Сяо Мяу Джаню 85. Да я вижу, кто. Мне и человек нужен. Просто здесь дальше идет очень детально описанный кусок моего тела, который обычно скрыт за одеждой. И откуда... Так. Сяо Мяу Джаню, вы куда собрались? Да я сейчас дочитала концовку, что-то на турниках захотелось поподтягиваться. Так, жарко. Любимый, если ты это смотришь, пенсионеры правят миром.